Место силы и сплоченности. Этим субботним утром Минское шоссе не узнать. Личным примером тон задает мэр города. Создаем прекрасное. Конечно, наши горожане должны ухаживать за этим. И показало в этом году, когда у нас было, и люди выходили, поливали деревья, когда была большая жара. Люди стремятся, чтобы ухаживать за тем, что они сами сделали для города. Вблизи Вечного огня, где в 44-м советские войска сражались за Бобруйск, как трудовая команда закладывает аллею, как символ мужества и стойкости тех, кто героически держал оборону. Пришли с семьей на субботник. Поддержать инициативу, посадить дерево. Ежегодно выходим. Сколько уже деревьев посадили? Ой, много. Четыре. Он считает. А расскажи, как посадить дерево, что для этого нужно? Сначала нужно выкопать ямку, посадить дерево, забить палки и подвязать. Ты раньше сажала в дереве? Да, я с папой еще ходила на субботник. Рябина выбрана не случайно. Олицетворение счастья и мира в семье выступает в роли дерево-воина. Не стоит забывать и про экологическую составляющую. Посадка новых зеленых насаждений – важная инвестиция в будущее. Это не только то, что посадили дерево, листья убрали. Это в том числе постоянная, каждодневная работа. Даже просто бумажку, которую бросил в Горну, она, безусловно, дает возможность сделать чистым город. Поэтому от каждого из нас, тех людей, которые живут в этом городе, зависит состояние города и его чистота. Большое начинается с малого. В сквере на Минское Лоск наводят сотрудники «Беларусь-резинотехники». Работы хватает, впрочем, как и опавшие листвы. Все для того, чтобы Бобруйск сохранял бренд чистого и ухоженного. Чтобы город был красивый, чтобы приятно было гулять по дорожкам, чтобы немножко даже сплачивает коллектив. Успели, кажется, немного, но сил затрачено много. Настояние хорошее. Суббота, погода прекрасная, дождя нет, сырости нет. Можно и поработать. Себе и людям. Трудовые десанты во всех районах города. Свыше 7 тысяч человек. И это тот самый случай, когда вместо людей в желтых жилетах, как руководители, так и простые рабочие. Свою лепту вносят и молодежь. Ребята устают немного, меняем периодически. Насколько полезно спортсменам, как считаете, вот такая инициатива поддержать город? Конечно, полезно. Они считают себя тоже причастным к общественной жизни. Так создается будущее. Каким будет город, зависит от каждого. Убрано должно быть всегда и везде. Такого принципа придерживается большинство белорусов. Да и без чистоты на земле не будет порядка в целом. Как на предприятии, так и в стране. Мы сегодня очень много убрали. Во-первых, нужно помогать городу и убирать листья, делать город чище. Так город красивее смотрится все же. Везде углублено, везде красиво. Объединяя поколения. Слово «субботник» вошло в обиход 100 лет назад, 12 апреля 1919-го. После того, как работники одного из московских депо добровольно и бесплатно вышли ремонтировать паровозы. И вскоре весь Советский Союз в едином порыве безвозмездно трудился на благо Родины. И вот что у нас точно принято лучшее с тех времен сохранять. «Субботник» пополнил сокровищницу традиций суверенной Беларуси. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.